Новое поколение омских рукопашников успешно осваивает универсальные техники боя и опыт ведущих омских мастеров единоборств Александра Шлеменко и его учеников. Навыки применяют в соревнованиях. Владимир Истомин побывал на финальных поединках традиционного турнира по армейскому рукопашному бою. Состязания посвящены омичам, которые погибли при исполнении воинского долга. Главное достижение турнира – финалы российского уровня. В старшей возрастной категории для спортсменов 16-17 лет сразу в четырех поединках соперничали победители первенства страны. Победитель первенства России Виталий Полеев выиграл финальный бой за 20 секунд. Коронный удар, вертушка ногой с разворота и соперник отказался от продолжения поединка. Яркие, но более упорные схватки в других финалах. Все ведущие бойцы в категории до 17 владеют сильными акцентированными ударами. В поединках равных соперников, победителей и призеров первенства России завязалась борьба характеров. По духу юниоры бились на уровне мужчин. Все решили важные нюансы. Игорь Алимов выиграл у Гашгара Мастанова за счет выносливости и мощных ударных серий руками с дистанцией. Александр Гера в поединке со Станиславом Рерихом наоборот быстро сокращал расстояние с соперником и наносил точные удары. Соперник физически очень сильный. Я это знал, поэтому искал свое счастье ударной техники за счет моего размаха рук. Пытался ловить его. Работать в стойке, не давать бороться. Был очень сложный бой. Соперник очень хорошо бьет руками. Мы с тренером придумали какие-то контрдвижения, на которых мне удалось его выиграть. Конечно, хорошая была раскачка у обоих, но в этот раз я оказался сильнее. Две золотые медали в старшей группе выиграли хозяева ковра, рукопашники Омского кадетского военного корпуса. Отличились Владислав Кашлев и Денис Цацульников. Кадеты прибавили в скорости, выносливости, тактическом мастерстве. Это заслуга руководства корпуса и старших офицеров кафедры физической подготовки. Омский кадетский корпус уже в новом качестве. Он военный корпус. Кадетский корпус воздушно-десантный флот. Поэтому в этом плане мы стараемся наращивать свои усилия, чтобы действительно были десантным корпусом. То есть рукопашный бой – это один из видов спорта воздушно-десантных войск. Победители турнира представят Омск на первенстве страны. Наши бойцы поедут на этот турнир в качестве фаворитов. Владимир Стомин, Андрей Кузьмин, Антенна-7. Владимир Стомин, Андрей Кузьмин, Антенна-7.